Сегодня конкретно черная смородина. Здравствуйте, друзья! Было очень много вопросов по поводу обрезки смородины. Сегодня я расскажу, как лично я обрезаю смородину. Кто на меня подписан в соцсетях, либо на канале, видели, что каждый год я ее обрезаю жестко очень, и каждый год я с ягодой. Поехали! Вот кто-то приехал, не доехал. Надо убрать транспортное средство. В первую очередь я смотрю, конечно же, на загущенность куста. Удаляю все слабые, вот такие вот однолетние побеги. Сразу не глядя. Те побеги, которые у меня вот так вот лежат, я их тоже удаляю. Все слабое удаляю. Все, что ложится, удаляю. И запах сразу появляется такой шикарный. Вот такие ветки горизонтальные я тоже стараюсь удалять, потому что они просто будут под весом урожая ложиться на землю. Я их удалю. Вот эту ветку я удалю вот так. Вот такая вот веточка. Это следы того, что она была поражена вот в этом состоянии. Она была поражена у нас тлей. Поэтому убираем. Как и с деревьями, нам нужно просто приредить хотя бы крону. Вот эта ветка старая уже. Ее удаляем. Можно удалять за несколько приемов, чтобы было попроще. На кусту у нас должно быть 2-3 однолетние ветки, которые дадут урожай через 2 года. 1-2-3 ветки двулетние, которые дадут урожай в следующем году и через год. И парочку веточек оставляем трехлетних. Их можно понять, посмотрев на них и понаблюдав пару лет. Чем они отличаются? Они отличаются в первую очередь этот цветом. Вторую очередь они отличаются уже разветвлением. Чем больше разветвлений, тем старее, старше ветка. То есть я так различаю. Но я, честно говоря, вот честно вам скажу. Вот на глаз подошел, посмотрел, что здесь мне не нравится. Что здесь мне нравится. Что-то оставил, что-то удалил. И нет такого понятия, как прям вот первый, второй. Вот мне нравится мне эта ветка. Я их убрал, вот эти маленькие. Еще у меня вот этот цветочек напал. Вьюн, сволочь. Замучил. Честно говоря, не знаю даже, как с ним бороться. Друзья, как и в деревьях, со смородиной так же. Перевод. Вот я перевел вот эту ветку с старой загущенной ветки, которая лежала. Перевел все это дело на молоденькую веточку. В следующем году я ее уже секатором, вот эту ветку, не возьму. Поэтому удалю ее сейчас. Всю мелочь убираем, всю. Все, что не нравится, убираем. Все, что ложится, убираем. Все, что пересекается, убираем. Видите, как преображается вкус. Поступает к нему сразу солнышко. Многие не обрезают смородину десятилетиями. Говорят, что у них все прекрасно растет. Возможно, они нашли какой-то подход. Либо они вносят очень много питания, которое способствует обильному плодоношению. Но, на мой взгляд, вполне вот этого достаточно. Куст, видите, не разваленный. Все нормально. Если у них слишком большие приросты, то на одну треть можно его отрезать. Что касается сроков. Сроки я не выбираю. Они выбирают меня сами. Можно обрезать ее, в принципе, после сбора урожая. Это самое лучшее время. Почему не весной? А весной они у нас в снегу все. Поэтому рано весной я не смогу ее никак обрезать. Поэтому остается только осень, когда все урожаи уже практически собрано. В этом году я вот этот куст пораньше для вас специально обрезал, чтобы показать примерно, как я обрезаю. Но вы понимаете, что вы подходите к своему кусту и не понимаете, что с ним делать. Вот он, вот этот куст, еще немножко загущен. Поэтому вот эти веники вот здесь вот я бы мог убрать. Но на всякий случай я их оставлю и только уберу вот эти вот пересекающиеся веточки, которые просто загущают. Как говорится, контрольная стрижка. Если у вас молоденький совсем кустик, соответственно, молоденький кустик, скорее всего, там 2-3 былочки торчит. И что с ним делать, вообще непонятно. Лучше оставьте его до следующего года. Не трогайте. Посмотрите, что вырастет. Выбирайте. Сильные ветви оставляете. Слабые ветви убирайте. Берите нормальный секатор. Если куст вообще старый, там 10-12 лет ему, то берите пилку, потому что секатором уже многие ветви можно не взять. Вот, все. Вот финал этого куста. Не обязательно убирать их под корень. Вот у меня получилось свежее, свежее. Это переведенное, это переведенное. Почечку повернем наверх, чтобы наверх росла. Чтобы наверх росла. На мой взгляд, великолепно. Как вы считаете? Вам нравится? Нет? Мне нравится. Но я, главное, уверен в том, что однозначно будет урожай в следующем году. Я обязательно вам покажу. Вот конкретно этот куст я обрезал. В том году я его показывал. И в этом году я его вот вам показываю. И те все кусты я тоже обрежу так же. Подпишитесь на мой канал. Не забудьте, чтобы увидеть все прелести дачной жизни, так сказать. Только у меня не дача, а дом постоянного пребывания. Преоживания. Но это, в принципе, не меняет роли. Кстати, дачники, они намного больше успевают на даче, чем ежели живешь постоянно. Потому что на даче ты приехал, тебе надо быстро все сделать. Ты сделал, убежал. Все, прибежал. Молодец. Все, себе орден прикрепил на грудь, что я молодец. А когда постоянно, ты думаешь, вот сейчас сделаю. А потому что не, давай потом. И вот эта вот катавасия, сейчас, потом, она постоянно, живя близко к земле, постоянно что-то не успеваешь. Друзья, спасибо, что посмотрели мой ролик до конца. Если он вам был полезен, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал. Хорошего вам урожая в следующем и в следующих годах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok